Нельзя экономить на женщинах в вине и в своих желаниях. 10 октября 2015 года, 13 часов по торонтовскому времени, и в эфире 471 подкаст от Канадского Лося и компании. Как приручить динозавра? Добро пожаловать в 471 подкаст от Канадского Лося и компании. Ура! Точнее, только от компании. Да, только от компании. Лось все еще отдыхает, так что извиняйте, его пока что нет. Все еще. А сейчас у нас звуковой эффект. Давай. Он уже был. Серьезно. Чего-то он тихий был. Чирис. О, да-да. Чирис, а я сегодня вот только не пью пока что, к сожалению. Извиняюсь. Ну так вот. Сегодня мы немножко поболтаем о всякой фигне. В частности, я, наверное, очень много буду болтать про новую игрушку, в которую я уже зарубил часов, по-моему, где-то 75. С прошлой субботы. Неплохо. Неплохо. 15 часов в день. Ну я, скажем так, в начале недели, в смысле в начале недели, где-то так до четверга, я очень, очень, очень мало спал каждую ночь. В смысле, очень мало. Потом, что еще у меня там, мне машину ремонтировали два дня. В смысле, как? Делали мейтенненс всякую там хрень такую. Вот, не то, чтобы там что-то сломалось, но это да. Потом я придумал очень много чего интересного по поводу программирования. Если кому-то будет интересно, и, ну, пока что, вроде бы, все. Дальше придумаем. Я думаю, этого, в принципе, хватит. Ну что, начнем с типичного, что у тебя на неделе произошло, Данила. Ой, на неделе? Да. Или, может, все, они, конечно, нравится начать. Ну, ну. Как хочешь. С прошлого раза, когда ты приходил записывать. Я, кстати, я сейчас понимаю, что мне очень легко хронологию свою последить. Достаточно Инстаграм мой ответить. Смотрим. Только у меня было. Так, конечно, в основном все то же самое. Работа, работа, ночую на работе, в буквальном смысле. О, серьезно, классно. А у тебя там клык есть? Да, диван есть. Я там плед с собой взял. Так, все же, да, приходится норвать ничего. Ну, то есть, работы прям очень много. Да. Так что всю неделю только работал. Ну, так по выходным куда-то старались выбираться. Там, в прошлые выходные был на Игромире Комик-Конне. Ну, у нас совмещенный Игромир, Игровая выставка и Комик-Конн. Российский. А, окей. Вот. То есть, там, конечно, вообще фантастика. Я прям вообще восторг. Самый Глаус сфоткался. Блин, везет некоторым, блин. Я же поболтать с ним удалось. Вопросов не задавать. Да. Вот. Кучу всех новых. Видишь, в нормальной стране, как Канада, в самом таком, знаешь, одном из, одним из самых популярных городов, Виндзоре, говно какое-то приезжает. Вот. А в какой-то стране третьего мира, типа Россия, блин, там устраивают просто пипец чего. Видимо, цены, знаешь, на этот, на здание и все такое, да? Типа дешево, поэтому туда и едут. Думают, что если фанаты и туда приедут, да? Ужас. Ну, они каждый год делают все просто, с каждым годом все круче, круче, больше, больше. Коми-кон вот второй год, Игромир-то уже десятый год. Ну, конечно, на год там вообще. В этом году 260 тысяч человек там было. Да, блин, с Виндзором, конечно, не сравнится. Ну, в втором-то, я думаю, тоже неплохо, но, я не знаю, мне как-то... Ну, Игромир-то, что-то, по-моему, пятый по лишнюю в мире игроков. Ну, в общем, очень все прям круто там было, кучу новых игр, поиграл, кучу всяких... Фоток по Наделу, да? Что? Фоток по Наделу. Да, полный Инстаграм-фоток, пофт-плееров, там, с Тамарглау, с другими знаменитскими. Там были еще Криша Хелкер, который, в общем, Старгалактика была, это... Номер... Номер пять или номер шесть, ну, который блондинка. А! Ну, не, блондинка, ничего, я думал, блин, это самое. Азиатка? Шестерка, блин. Вот с ней бы я точно поболтал. А потом там был этот, Альфи Ален, который вонючка из Game of Thrones. Тен-грейзлой. Вот. Хотя, это самое, судя по тому, как эта блондинка играет, она довольно-таки солидная девушка, блин. Да. Ладно. Она, получается, знаешь, хорошая актриса, мне нравится. Она везде, где играет, она, блин. Ух, замечательный персонаж. Единственное, что не моего типа девушка, ну, ладно. Ну, если бы в последние недели, ну, там, на, соответственно, акциях, которые у нас прибыли, был. Был на, короче, наши, то, что у нас компания устраивала, там, лекции по, и практикум, и по дегустации пива. И практикум. Да-да-да-да, там очень классно было. Был в московской у нас кафешке Папа Вейда, где, в общем, вся кафе в стиле «Звездных войн», там, «Батлстар Галактики», «Светлячка», «Масс Эффект», ну, короче, всех космических сад. То есть там прям статуи стоят, там их все в плакатах завешено, везде статуэтки, там все блюда называются, там бургеры в форме этих космических кораблей. Ужас. Вау. Слушай, там кабинка, садишься в кабинку какую-то, там, типа, кабинка в стиле «Стар Трека», стоит телек, там идет «Стар Трек», серия «Стар Трека», и везде стоят там такие... То есть вся кабинка в стиле «Стар Трека», и там просто садишься, и там стоит такое, ну, типа, а, вот там, помню, «Масс Эффекта», и там стоит, то есть телек, где без установки игру всякие, ну, трейлеры «Масс Эффекта», везде на стену героя, и сидит статуя, в общем, вот эта вот, которая, там, синяя девушка есть, то есть в натуральной величине она сидит, можно так к ней сесть, так, типа, это обнять ее, так, чтобы рядом сидеть. Ого. Вау. Вообще классное место такое. И они там кажденькие тематические вечеринки устраивают, я был на тематической вечеринке по светлячку. В светлячку... А, Firefly. Ого, блин. То есть там прибегали, то есть все сидят, едят, тут вбегает, короче, народ, типа, за нами приехал там альянс, можно срочно спрятать там повстанцев, и, типа, они там залезают под камейки, надо их прятать, это, типа, пока конвой идет, ну, там всякие такие... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, офигенная, слушай, это ужас, мечтанер, да нафиг. Там стоят цели для альянса, нам нужно как-то их отвлечь, и вот там, типа, типа, ищут какую-то там девушку, типа, давай ты пойдешь, там, соблазнишь его, типа, там, пойдешь назад, мы на него нападем, ну, там всякие такие задания прикольные. А-а-а, ужас. Или там всем говорят, через 15 минут поедет комбой, включить сирену, нужно там, сирену напастье на тех, кто будет нести коровку. Или включает сирену, и бежит там, свет там грязнет, и бежит мужик с коровкой, надо всем на него накидываться, отбрать коровку. Слушай, блин, это... Я даже не знаю, ли вообще, блин, этот, в Северной Америке что-то такое прикольное узнаешь. Ну, в таких масштабах, блин, делают это просто. Ну, я уверен, что где-то делают, но что-то я даже не слышал даже такого приколизма. Что еще? Так. Там со старыми знакомыми виделись, что это неинтересно, как он будет. Сегодня с утра ходил в кино на Максианина. Ой, блин! Знаешь, что, вот сейчас после подкаста, вот, серьезно, сяду, блин, поеду в Америку, пойду его смотреть нафиг. Задолбали, блин. Мне на работе все уши, блин, это самое... Это просто шедевр вообще. Это прям, я вообще, я... Я, короче, реально в кино плакал сегодня несколько раз. Я посмотрел в кино, у тебя прям слезы из-под очков. Блин, я прям вообще... Без ума счастья. Блин, мне просто на работе, знаешь, со всех сторон они такие... Ну, тебе же нравится, типа, там, наука и все остальное. Я такой... В смысле? Типа, один из них разворачивается, типа, разворачивается. Говорят, чуваки, вот, как часто он, блин, про физику, блин, здесь тараторит? Они такие, да, постоянно там... Да, чувак, ты че, этот фильм еще не видел, блин? Это, типа, из всех людей... Я... Я думал, что это самое, что ты первый пойдешь туда, типа, в очереди стоять смотреть, я такой... Блин, выжезно. А? А ты книжку не читал, да? Нет еще, нет. У меня... Мне уже там, это самое, сказали, где там аудиокнигу можно раздобыть, что, типа, надо сначала книгу, потом посмотреть... Ай... Нафиг, пойду просто посмотрю, мне в лун аудиокнигу читать. Она прям дословно по... Фильм прям дословно по книге смотрит. Серьезно? Круто? Да. Я от этого несколько проговоря в шоке, что... Я даже сегодня твиты писал на эту тему, что... Это очень редко получается, что фильм, снятый дословно по книге, получается настолько крутой. Но это просто я это связываю с тем, что, во-первых, книга реально шедеврами, то есть это лучшая научная фантастика за последние, там, лет пять, да? Угу. Вот. А во-вторых, что, ну, как бы, то, что Ридли Скотт режиссер, то есть настолько режиссер подходит к сеттингу классно, что он смог полностью вот это всё вот именно раскрыть. То есть это было бы всё так не смотряло. И актёры, плюс то, что все актёры практически целиком из Интерстелла пришли, то есть уже к космосу привыкшие и очень классно получилось. на самом деле хотел другой ещё фильм посмотреть, блин. Как там American... Ультраамериканс? А? Ультраамериканс? Да. Не, Американ Ультра. Ну да, да. Ну, короче, не знаю, он, по-моему, Крышовый он. Он фильм. Он, по-моему, прикольный. Ну, он, как бы, знаешь, расслабляющая комедия такая. Не знаю, я просто этот фильм, как бы, хотел посмотреть. Но единственная проблема, что я в прошлый раз, когда пытался его посмотреть, он, у него рейтинг, в смысле, он рейтинг, по-моему, 17 ар. То, что, по-моему, 17 лет. И, вообще, там... И, короче, его играли где-то в 10 часов вечера, только два дня в неделю. Угу. Прикидываешь, в американских кинотеатрах в 10 часов вечера, два раза в неделю. Хе-хе-хе. Просто ужас. А... Подожди, Америка... Ультра, да? Там где-то Джейси Айзенберг и эта девка опять. Да. Ну, это Крисин... Нахрен ее. Ну, просто, блин, трейлер выглядел таким, блин, смешным. Это ужас. Я так посмотрел. Ну, все, надо смотреть. Сто пудово. Вот. Довольно-таки неплохо выглядит. Я вот это хотел посмотреть. И этот... И Марсианина. На Марсианина, блин, я говорю. Я так посмотрел. Типа, надо будет посмотреть. Вроде бы неплохо выглядит. Прихожу на работу, и мне всю неделю, всю неделю, мне, блин, просто... Блин, знаешь, мозги промывали. Тебе надо посмотреть. Тебе надо посмотреть. Тебе надо посмотреть. Ты еще не видел? Хе-хе-хе-хе. Блин, чуваки, отстаньте. А... А... Да. А... Извиняюсь, я тебя перебил этот... А... Че еще? Ну что, сегодня виделся со старым знакомым, с которым раньше подкасты было, там, на такие политические темы, там, республиканские записывались. Вот у нас с ним традициями раз в год встречаемся, там, и, как, обсуждаем всю, там, историю, там, республиканцев, там, правописаватизма и всего такого. Да, блин. Ну, как-то, наверное, все в основном. У меня всю неделю работа, 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 и выходные так — сюда сходи, сюда сходи, сюда сходи, сюда сходи. Окей. Да, бешеный. Еще и на подкаст пришел, но ты вообще, блин, супер! У меня обычно в субботу туда сходить, туда сходить, туда сходить. Воскресенье плавно надень и лежать. Да. Лежать бревном. На прошлой неделе, в частности, сразу после записи подкаста, я все-таки сдался и поддался уговорам одного своего коллеги, что мне надо поиграть в этот Arc Survival. Да, и в частности, он очень много мне промывал мозги, что он гоняет свой сервер, и с ним же играют еще несколько чуваков, которые с нами работают. Ну и типа я такой, ну окей, я как-нибудь попробую. Он меня там типа тоже спрашивал, типа ты еще установил, ты еще ее не купил, ты еще не купил, ты ее установил, что там, где там, ты же вроде компьютер все себе собрал, ну что, играть будешь. Ну и прошлую субботу я такой, ладно, хрен с ним, там что-то там 30 долларов, ладно, так уж и быть. Купил игру, скачал, что заняло довольно-таки долгое время, ну сравнительно долгое время. Вот. Установил, запустил, наконец-то залогинился к нему в сервер. Следующее, что я помню, это было где-то в воскресенье, 6 часов утра. Я так подумал, что надо немножко поспать. Часа четыре спустя я проснулся, включил Arc Survival. Следующее, что я помню, это было уже понедельник, два с половиной часа утра. Я так подумал, нет, все-таки надо поспать, потому что мне на работу надо, да. В будильнике я, естественно, проспал, вот. На самом деле, с воскресенья на понедельник я довольно-таки, ну сравнительно много спал, потому что я как бы еще и за субботу наконял. Вот. Я проснулся где-то в 9 часов утра. К десяти я, наконец-то, вылез из дома. Мертвый был до невозможности. К десяти я вылез из дома. На удивление, за исключением того, что там была толпа в Team Fortness, что реально не проехать было вообще. Там заблокированный весь заезд, весь паркинг. Вокруг Team Fortness это, типа, очередь этих машин. Просто трафик немереный. У меня там, наверное, минут десять заняло ждать. Внутри там тоже толпа. Там, как бы, очередь чуть ли не на улицу стояла. Вот. Это 10 часов утра, понедельник. Ну еще. Добрался до границы. Подъезжаю, смотрю, блин. О, елки зеленые, там, блин, стоит очередь. Смотрю, там, с краешку одна линия написано. Нексус. Я такой, о, у меня же Нексус есть. Точно. Подъезжаю туда. Это то, что вы делали вот эти удостоверения? Да. Типа проездной через границу. Да. Вот. Подъезжаю туда. Там как раз стояла одна машина. И та это самая уже проехала. Я так вот подъезжаю. Этот, типа, тыркаю туда карточкой. Типа. Подъезжаю к будке. Там мужик сидит этот, с другим болтает. Типа болтает, болтает. Секунд, наверное, пятнадцать. Даже на меня не смотрит. Поворачивается. На меня смотрит. Смотрит на компьютер. Ну и чё? У тебя что-то есть? Я говорю, нет. Точно нету? Точно нету. Ммм. Ну чё ты тут стоишь? Знаешь, такой. Чё ты тут стоишь? Езжай. Такой, окей. Поехал, блин, на дороге, в смысле на хайвее вообще никого. Ну там, блин, знаешь, тут две-три машины, ещё чего-то. По какой линии хочешь, по той и едь. Ну вот. До работы доехал, выразился этому нику, как я его ненавижу. За то, что он меня втянул в эту игру. Потому что реально напоминает первые дни Варкрафта. Это просто ужас. Страшно. Ну и потом, в понедельник вечером рубил. Во вторник вечером тоже рубил. И во вторник вечером этот, у меня типа, всё-таки этот Питер позвонил. В смысле, его жена Сю позвонила. Они типа сказали, типа, да, у нас есть время. Можно посмотреть на твою машину, что там с ней надо делать, ещё чего-то, ещё чего-то. Вот. Давай мы её заберём. Я такой, ну окей. Я завтра из дома типа поработаю сюда. Всё такое. Ну, короче, да. В среду я работал, в кавычках, работал из дома. Вот. Где-то часа четыре я поработал, а потом включил Arc Survival и просто продолжил рубить. Под вечер мы позвонили, сказали, кстати, мы завтра будем машиной типа маслом, типа, сбрызгивать. Ну, на зиму, чтобы они не ржавели. Всё такое, типа, антикор, обработка, всё такое. Вот. А тебе машина завтра обязательно? Такой сижу, 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 сижу такой. Ну, нет, мне всё равно надо сделать, как бы, да. Ну, ладно, да. Ага, ещё и завтра. Четверг. Я, наверное, поработал часа два. Потом включил Arc и продолжил рубить. В пятницу еле-еле к десяти часам. А, кстати, во вторник я тоже где-то в десять часов утра приперся на работу. Вот. И в пятницу я где-то в десять часов утра приперся на работу. Уезжал чуть попозже, но ненамного. То бишь, на работе я тоже действительно много там был. При этом успел что-то сделать. В смысле, как, мне там даже сказали, типа, что сейчас над этими там канадскими, типа, формами там работаю я и работает ещё другой чувак. Ну, в смысле, другой чувак, он там на полную работает, он только над этим работает. А я, типа, над разными проектами. Плюс, как бы, канадские формы сейчас. То бишь, там два девелопера. Вот. И мне, короче, этот бизнес-анализ, типа, она говорит. «Да, слушай, там этот майк, он там, да, он чё-то всё, резину тянет. Можно я перекину парочку его в форм тебе?» А ты вроде бы как всё нормально успеваешь делать всё такое. Я так на неё смотрю. У меня в голове только проигрывается. «Так, да, я всё успеваю». И это хорошо. Это очень хорошо, что я всё успеваю. Ну, короче, ужас. Просто жуль. Немного об игре. Это такой sandbox. Persistent. Типа, просыпаешься на острове. Смотришь, хрень какая-то, динозавры вокруг ходят. И, ну, ничего нету. Вот. Ну, начинаешь там, типа, собираешь себе, типа, топор этот каменный. Потом кирку себе делаешь. Ну, и пошёл. Майнкрафтить, скажем так. Ну, только там, в отличие от Майнкрафта, там копать нельзя. Там всё такое, типа, как бы. Спанится, типа, эти ресурсы, всё такое, типа. Камни спанятся, тому подобное. Собираешь говно. Вот. Ну, потом я добрался до таких вещей, как этот приручить динозавра. Сделать седло для динозавра. Эй, как пошло оно. Есть такой динозавр, там всякой динозавр. Ой, блин, надо сделать ферму. Ой, надо сделать это. Ой, этот может летать. Ой, это может быть. Эй, как, ёлки зелёные. Блин, там столько всего, столько этого. Мы даже этого... Коцикотлот, блин, этот. Поймали. Которого только-только выпустили. Типа, такой огромный летающий тварь. На него даже это самое, можно так сказать, платформу установить. И сделать этот, летающую базу. Это я сейчас сбил на ютуде, и сразу первый же ролик, летающая база. А, ну, как бы... Не, там чё-чё интересно, то, что я этот... На этой неделе, короче, его только-только-только-только, типа, в игру, типа, закинули. Вот. А я ни хрена не знаю. Типа, я ещё только там учился. И я себе только первого этого, как называют... Огромную, типа, птицу. Типа этого. Грифона, блин. Забасывал. Ну, я летал, летал. Вот. Лечу, смотрю, блин, какая-то огромная тварь летит. Думаю, не-е-е-е. У меня перволетающая, блядь, маунт. Так что хрен с ним. Я к нему близко подлетать не буду. На следующий день этот, как бы, с чуваками болтаем. Это один... Другой чувак, типа, с работы, Эндрю. Он, походу, прошлый день, вот. Он целый день провёл, типа, в поисках этой твари. Я говорю, да я вчера его видел, он там пролетал. Он такой, я тебе не верю. Да я тебе говорю, он там летал. Идите, посмотрите вы там. Они, короче, где-то там час, наверное, бороздили. Вот. И, в частности, Эндрю меня материл столько договоров. Он говорит, а блин, я тебе говорю, их ещё нету. Ещё нету их здесь. Их всё ещё нету. А я что-то там достраивал какой-то домик и всё такое. И, ну, короче, такой думаю, блин, вот ещё такие, блин, не знают, как искать. Короче, вы вылетаю там, что-то полетал минут 15. Такой отошёл на секунду, там, типа, в воздухе парю. Это самое. Отошёл на секунду, возвращаюсь, такой смотрю на экран. А вот он и летит. Я такой, слышите, чуваки, а он здесь. А не, в смысле, здесь. Ну, вот здесь. А, ну, это потом было очень, очень весёлая эта хрень. То, что, короче, этот Коцекотл, блин, он никогда не приземляется. То бишь, с земли его, этот, как бы, транквилизатором пристрелить, ну, фактически невозможно. Особенно учитывая то, что на него где-то надо порядка 50 транквилизаторов. Вот. Ну, типа, этот, стрелы с транквилизатором или эти, или просто, типа, этот, trying shot. Вот. И, короче, типа, что делать? Вот. Они, типа, начали там стрелять. Я немного отошёл, потому что меня что-то там... Там периодически всякие контейнеры падают, скажем так. Этот... Ну, я полетел, думаю, хрен с ними, я это сам. Я пойду пособираю там классные штучки, потому что там блюпринты. Типа эти чертежи на всякую хрень периодически падают. Вот. А я ещё не сильно был развит. Ну, думаю, ладно. Вот. Они там сейчас его поймают, а я пойду полетаю. Типа. Отлетел. Они такие, блин, как же его, как же его, как же его. Вот. И я как раз мимо одного пролетаю. Он такой, сейчас я его прямо вот здесь с горы. Он к горе летит. И... Пух. Попал. Ой, блин, он развернулся и летит в обратную сторону. Чего он меня не атакует? Я такой, хм. Слушай, чувак, а я на грифоне типа лечу, а грифоны могут маленькие этих, маленьких животных, ну и включая людей. Типа этими лапами хватать и тащить. Ну я так лечу, лечу, прям на него лечу и на ходу так. Хвать его. Хм. Вот. И тащу. Я говорю. Ну чё, полетели за ним, типа, три-ли-ли-ли-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И летим он так, тынь-тынь-тынь. Хм. Висит, типа, ну я его это, свои птицы держу. Хм. Вот он висит, типа, и стреляет, и стреляет. Хм. Хм. Короче, в итоге подстрелили его, ну типа, всадили достаточно траквализатора у него, он типа, приземлился, они его быстро, этот, приручили, накормили там супер вкусным мясом, тому подобное. Он, типа, приручили его, там базу начали строить. Вот. Короче, весело. И, а потом ещё был тоже прикол то, что они мне сказали, что у них есть такой этот рафт, типа, как он там, катамаран, типа. Вот. И на нём можно, этот, плавать, и они там, типа, а мы себе базу, типа, отстроили. Я такой думаю, блин. Ну, типа, они говорят, там, типа, база, у них там, этот, что-то, верстак там стоит на этом катамаране, ещё чего-то там, ну, всякие там коробки, чтобы можно было, просто подкатил к одному, этот, с одной стороны этого острова, типа, высадился и побегал, пособирал говна и сложил туда. Ну, типа, такая передвижная тоже самая плавучая, так сказать, база. А как начал строить, вот, у меня где-то занял там несколько часов. всё, они потом вылазили, типа, ну, чё, поехали, это самое, типа, охотятся за всякими мегалодонами, типа, большими этими акулами, типа, всё такое. Я говорю, поехали. Вот, они, типа, а мы тут это самое, на своём катамаране, типа, они как-то назвали, типа, база какая-то там, чего-то. Эээ, у меня просто катамаран. Хе-хе-хе. Подъезжаю, у меня катамаран где-то раза в три побольше их, и выглядит какая-то самая, ну, по сравнению с ихним, блин, у меня, типа, этот авианосец, потому что я бы сделал такой плоский, во все стороны, типа, раскиданный. У меня там можно посадить, наверное, этих, порядка шести грифонов спокойно, ну, чтобы они не толкались сильно, вот. А у них еле места хватает на одного, типа, присесть. Хе-хе-хе. Ну, короче, весело тоже. Они такие смотрят, смотрят, смотрят такие, а чего у тебя там это самое? Я говорю, ну, там у меня там этот, два саблезубых тигры запаркованы, типа, на первом этаже. На втором этаже у меня здесь этот летун запаркован, посередине кормушка стоит, чтобы они кушали. Они, когда кушают, они, типа, этот экспириенс получают. Хе-хе-хе. Ну, прям на ходу, знаешь, их тренируют, там, все такое. У меня там этот, типа, стоит этот, плавит металл, типа, эта хрень у меня там верстак стоит, чтобы там изготавливали всякие, так, более advanced вещи, типа, железные, железную броню и тому подобное. Уже там стоит, там, все такое. Еще так сделал, что у меня по всем сторонам, у меня, короче, там спуски, типа, как лестницы. Вот, ну, знаешь, это такая просто, во все стороны смотрим. И я, когда к берегу подъезжаю, так как, как бы, сама база, на которой она построена, она сравнительно маленькая. Вот, там где-то 3 на 3, там, я не знаю, клеточки, то бишь где-то так 6 на 6 метров. Представь, да? Такой это самое, катамаран. Но я его расстроил где-то еще на 6 метров в каждую сторону. Вот, и поэтому, как бы, сам берег я, этот, за сам берег я не цепляюсь, пока этот, пока не доедет до, этот, до самого катамарана. И я, когда подъезжаю, у меня, короче, все эти спуски, они как раз втыкаются в берег, и получается, что так со стороны смотришь, о, кто-то домик на берегу этот построил. Знаешь, просто спуски как раз, просто спускаешься прямо на берег, забегаешь там, типа, по лестнице. Хе-хе-хе-хе. Подъем такой, они на меня смотрят, такие, м-бе-е-е. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Отстроил, конечно, aircraft carrier. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я такой, какой у вас там destroyer? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Короче, просто жуть. Игра, конечно, втягивает просто пипец. Там столько всего интересного можно делать. Короче, начиная от этого топора, типа, этого каменного, и заканчивая снайперской винтовкой и автоматом, типа, М16. Калашникова, к сожалению, и нету пока что. Вот. Ну, ничего. Мы над этим работаем. И что там со всем этим только на динозавров походится? А, по идее, официальные серверы, там, также PvP. Причем очень страшный, жуткий PvP. Там... Ну, как бы... Там, так можно друг над другом поиздеваться. В смысле, там, этот, ловушки на медведя. Там можно... Там, фактически, у тебя можно украсть все. Угу. То бишь, если я тебя поймал, а-ля, и тебе... Этот транквилизатором в тебя выстрелил. Ты сляжешь, у тебя, типа, экран будет темный, там, я не знаю, но последующие там, ну, в зависимости от того, какого ты уровня, все такое, ну, скажем так, на последующие 10 минут. Ты просто будешь валяться и спать. А угнать, угнать эту летающую платформу можно? А-а-а... Можно. Честно, теоретически можно. Там есть какой-то определенный таймер. Короче, если ее, типа, поймать куда-то, типа, загнать, да? Вот. И там стоит определенный таймер. И если ты не будешь за этим динозавром, типа, следить определенное время, то ты можешь... То другой какой-то клан может у тебя стырить, типа, динозавров. Ты будешь переманить к себе. Я когда заходил на эти, на официальные сервера, то там именно так и было, что этот... Я смотрю там, типа, фактически все вещи. Допустим, я могу этот заклеймить, там, стены, дома, все такое. Ну, вообще, фактически все, что построено, или динозавров. По-моему, это занимает где-то два реальных дня. Где-то в этом районе. То бишь, очень долгое время. Но, с другой стороны, если я фактически этот... От тебя могу отбиваться, что ты даже близко не подойдешь, не подойдешь к своему динозавру, то через два дня я могу твоего динозавра сделать своим, и все. Вот, и причем там отбиваться, я имею в виду, что я могу просто стены понастроить в округе, там, знаешь, построить небольшой форт вокруг твоего стада, и ты даже близко не подойдешь. А, кстати, если у тебя есть достаточно материалов, то ты вплоть до этих автоматических турелей можешь поставить на своей базе. Там занимает огромное количество ресурсов это сделать, но на их базе, в этой игре, там стоит это две автоматические турели. От этих, от Терексов отстреливаются. Потому что они иногда заходят, типа, в эту сторону, начинают базу крушить. Вот, и да, там ужас, там эти, как он называет, дарволс, типа, как они там по-русски называются, волки, типа, эти, огромные. И они, причем волки, что самое интересное, сам по себе волк, он не сильно страшен, но что получается, если там их пачка бежит, вот, типа, они тебя окружают и со всех сторон начинают кусать. И ты просто, как бы, он тебя сзади укусит, тебя немножко толкнет, типа, вперед, тебя спереди укусит, толкнет тебе немножко назад. И ты просто, а-ля, так сказать, сдвинуться не сможешь с места. Они тебя закусают, нафиг. Вот, поэтому они, как бы, страшные. Там всякие скорпионы бегают, змеи огромные, типа, которые тебя отравляют, и потом ты, типа, засыпаешь. Вот, и если ты, допустим, через болото идешь, там, пираньи, еще чего-то, ну, или там, опять же, я там один раз через болото бежал, благо на мне особо много чего не было. Вот, и меня, типа, этот, змея укусила, я прям в болоте уснул. Один раз меня сожрали пираньи, а второй раз я просто захлебнулся, потому что я уснул под водой. А, ну, еще вдобавок, там, этот, есть, типа, система температуры, то бишь, там, в определенных местах и в определенное время суток там становится или холоднее, или теплее, вплоть до офигенной жарко. В зависимости от того, какую ты броню таскаешь, то тебе будет легче переносить эту температуру или тяжелее. Вот, если температура очень-очень низкая, типа, падает, ты становишься очень-очень голодный, вот, и у тебя потихоньку уже после некоторого времени начинает там просто эта жизнь убывать. Вот, если только ты не согреешься каким-либо методом, вот, допустим, в дом зайдешь, там, в костер разведешь, еще чего-то, вот. Ну, или, естественно, всегда можешь хорошую этот, как его называют, фэр, фэр... Мех. Мех. Да, меховую, типа, броню на себя натянуть, но ее, чтобы сделать, тебе нужно этот, типа, смитый, типа, кузнический эти... верстак кузнеца. Вот. И, ну, довольно-таки хорошее количество, там, ну, сравнительно хорошее количество ресурсов, чтобы это дело сделать. Вот. И когда тебе становится жарко, то у тебя, это, тебя начинает мучить жажда. Это, в принципе, жара не так плохо переносится, если у тебя есть неподалеку источник воды. Вот. Но у тебя, типа, ты... у тебя заканчивается этот стамина, типа, ты устаешь сильно, тебя жажда мучает постоянно, и все такое. Типа, тебе надо хлебать воды. Ну, если очень плохо, то, получается, каждые две минуты тебе надо какой-то, там, чего-то пить. Вот. Что, в принципе, плохо. Вот. Тяжело. То, что, ну, да, там очень много такой механики, там, допустим, под водой ты не можешь особо быстро отдохнуть, даже если у тебя есть акваланг. Там в два или в три раза медленнее восстанавливается стамина. Если ты вообще просто двигаешься в воде, то у тебя расходуется стамина, ну, и так далее. Вот. И, не дай бог, ты застрянешь под водой, вот, и ты уже даже с аквалангом иногда до поверхности не доберешься, если ты не расходишь свою энергию правильно. Ну, как бы, если у тебя нет, там, динозавра, на котором ты можешь доплыть до верха или еще-еще в этом духе. Вот. Или ты, там, допустим, на глубину ушел, вот, там офигенно устал, и чтобы до верха добраться, у тебя просто, как бы, у тебя не хватит кислорода, чтобы там отдохнуть на глубине и потом набраться сил, чтобы добраться до поверхности. А, самая большая проблема, то, что, когда у тебя стамина расходится, у тебя так же это самое, то есть, ты становишься голодный, вот, и, а под водой ты кушать не можешь, по очевидным причинам, знаешь, как бы, на глубине открыть рот и покушать чего-то. Что-то не получается, вот странно. Я один раз чуть-то к ней захлебнулся, ну, ладно. Под водой еще пока что не умирал. Ну, за исключением этого болота, но, как бы, я умер не от того, что дышать разучился из-за того, что у меня кобра, блин, это, ну, не кобра этот, там, типа, гадюки огромные, этот, просто усыпила. Они что делают, они, этот, периодически так раз нападет и сматывает от тебя. И вокруг ползает, 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 пока ты не свалишься, блин, это самое, не уснешь. Потом ты свалился, уснул, он, этот, прикатывает, начинает тебе шрай. Хитрые твари, блин. Так что, да, там очень, очень много чего. Вот, я себе там сделал сначала пачку рапторов, потом напоролся на альфа-рапторов, который, типа, раз в пять посильнее всех остальных рапторов. Ну, типа, уникальный монстр. Вот, и он моих рапторов сожрал, меня убил нафиг. Было очень обидно. Вот, ну, и такое, там, просто, просто дофига всего, знаешь, и, как бы, вроде и все интересно, и там, и поймать всяких. А, еще интересный момент, то, что фактически каждый динозавр, у него есть какая-то роль. Допустим, если ты, этот, приручишь черепаху, ты на ней не только можешь, самое, по воде плавать, под водой плавать, на этой черепахе, но еще ты можешь вылезти наружу и, этот, на сушу, и, когда ты используешь атаку этой черепахи на какой-нибудь кустик или еще что-то, вот, то она собирает ягоды. Причем очень хорошо. Другие, там, динозавры, они могут, там, дерево собирать, или, там, хворост, или, этот, камень, металл, типа, дробить. Допустим, стоит вот эта глыба такая, этот, каменная, да. Подлазишь на этом огромном шипастом, блин, у которого булава, блин, на хвосте, не помню, как он называется, именно. Анкайло, вот, в игре называется, динозавр, вот, подлазишь туда, блин, как хвостом и поймешь по этому камню. Он рассыпается, ты, там, дофига, этот, руды, этот, камня получаешь, еще чего-то. Эти, типа, как грифоны, как они там, Argentavis, вот, называется. Огромная просто птица, у них подъемный, этот, подъемный вес просто офигенный. Ну, как ты... Археоптерикс, наверное, у нас. Возможно. Ну, не шут. В этот, ну, там называется, Арчен, Арчен Дэвис. Или Тэвис. Арчен Тэвис, по-моему. Вот, и он, короче, маленьких этих динозавров может таскать. Вплоть до... Как бы, ты можешь просто схватить динозавра и, как бы, пока летишь, об эти... Об землю, об камни их, это самое, типа, бить или с высоты скинуть. Вот. Ну, еще, вдобавок, там, если ты приручил какого-нибудь маленького динозавра, то ты прыгаешь на этого... Типа, на эту птицу, хватаешь этого динозавра и тащишь на базу к себе. Хе-хе-хе. Такие вещи просто жуть, знаешь, вот, как бы, добивает это... Столько всякой разной интересной механики, это... Просто пипец. Еще, еще я много чего до сих пор не знаю. Ну, еще сам тот момент, что ты можешь, как бы, технологии немного развить, вплоть до того, что ты там с винтовкой будешь бегать и закладывать C4 и всякие GPS, этот... Тракеры на динозавров, на людей, все такое. Вон. А поначалу у тебя есть, как бы, примерные карты, которые плюс-минус, ну, как бы, я имею в виду, плюс-минус где-то так километр показывает, где ты находишься. В смысле, я базу Ника, наверное, до конца понедельника не мог найти. Хотя он мне сказал этот, как бы, координаты по карте, типа... Как он там... Longitude и... Longitude. Latitude, longitude, да. Он мне, типа, сказал. Вот. Он говорит, я вот там. Я, короче, первый раз прошелся туда, я уже там близко был. На самом деле, я где-то так полкилометра мимо его базы прошел. Вот. Но потом я напарался на этого альфа-раптора. Он меня убил. Вот. А второй раз я туда пошел, я даже до половины пути не дошел. Меня там тоже по дороге убили. Третий раз я туда пошел. Короче, я пока птицу себе не забацал, я его базу не нашел. Вот. И периодически, получается, там, знаешь, лес так классно сделан, что я реально без, как бы, без компаса я по лесу... Несколько раз бывало, что я по лесу просто кругами бегаю. Так как бежишь, я как бы, у меня, знаешь, с ориентацией вроде нормально. Но ты бежишь, бежишь такой, ой, блин, камень, надо его обойти. Когда обходишь камень, а камень неровный, да? Вот. Вроде бы как выглядит то, что ты идешь как бы в ту же самую сторону. На самом деле, ты, знаешь, сдвинулся, градусов, так, на 10-15, куда-нибудь вправо-влево. Вот. В итоге, такой, раз из леса, такой, ой, все, лес закончился, вылазишь, такой, блин, я сделал целый круг. Я вернулся примерно, ну, знаешь, плюс-минус там где-то полкилометра на то же самое место, откуда вылез. В смысле, с которого я зашел такой, твою мать. Знаешь, я такие круги, блин, столько делаю, это просто как бы напрягает с одной стороны, а с другой стороны интересно. Так правдоподобно сделано, вроде бы не пытаешься как бы специально там потеряться или еще что-то в этом духе, но елки зеленые. Пока там через эту всю листу, блин, пролазишь, там потеряться можно спокойно. Ты можешь в двух квадратных километрах, блин, там провести пять часов и не вылезти оттуда. И все это время будешь думать, что ты идешь это самое, в одну и ту же самую сторону, на самом деле по кругу будешь ходить. Если только не начнешь там, типа, примечательные деревья какие-нибудь видеть или там холмы или еще чего-то в этом духе, ты никогда оттуда пешком не выберешься. Там, если, конечно, себе приручишь динозавра и на него сядешь, то там можешь побыстрее ехать. Ну, а некоторые из них еще и дальше летают. Так что... Птеродактиль у меня были, три штуки, все сдохли. А, нет, один остался. Один остался. Другие там хрену знают. И они периодически, блин, теряются тоже. У меня там соблезубых тигров было, блин, сколько-то. Я один раз через лес, короче, зашел. Три тигра. Этот... На одном я еду, двое за мной. Бегу-бегу-бегу-бегу. Потерял одного. Он где-то там между деревьев застрял, еще чего-то где-то, знаешь, ну... Не успел потом за мной и как бы потерял меня из виду, и все. Ну, а обратно бежать я по лесу бегу, блин, там, как бы в лесу его искать, это бесполезно. Я уже пробовал. Хе-хе-хе. Это как я кругами ходил. Хе-хе-хе. Я говорю, вот игра сделана настолько классно реалистично. Ну, не то, чтобы реалистично, но просто вот как бы реалистичные проблемы. Типа, зашел в жаркую местность. Вся жажда мучает. Конечно, ты можешь как бы немножко жажду утолить там всякими ягодами, которых везде и повсюду. хорошее количество, но как бы это у тебя столько времени займет собирать их и потом как бы вообще все это делать. Желательно с собой какую-нибудь там, я не знаю, таскать канистру, канистру, блин, с водой или еще что-то там, фляжку и тому подобное. А если ты это из кожи сделаешь, то из нее вода сочится потихоньку. То бишь надолго ты ее с собой не возьмешь. Вот. Ну, а если естественно железную или там стеклянную, еще чего-то там сделать, что как бы опять же стекло, чтобы сделать это уже довольно таки далеко надо зайти в это. Типа развиться и так далее. Динозавры тоже в уровне поднимаются. Им тоже статы можно качать. Типа подъемный вес, жизни побольше, скорость передвижения, сила атаки. Такое, знаешь, у некоторых есть там допустим этот кислород, типа сколько они под водой могут дышать, не дышать, на сколько могут затаивать дыхание и так далее. Такие вещи, просто жуть. А, еще один неприятный момент, если ты пытаешься летающего динозавра типа давай-давай-давай быстрей, когда он выдохся. Типа, ну, стамина закончилась, весь выдохся, вот, а ты ему давай-давай-давай быстрей, он типа да быстрей пошел отсюда и скидывает тебя. У меня было пару раз, что я был на высоте хорошей. Он меня как скинул и я разбился нахрен. А потом он-то там влетает, типа как бы примерно в этом районе. И чтобы его домой затащить, даже обратно, вообще просто, вот, ты типа, ты можешь респаниться там, вот, но только респанишься типа в своей койке или там на берегу опять и без всего. То бишь все, что у тебя там было, это типа маленькая сумка упала на землю и она там будет в последующих сколько-то минут. То бишь, если ты респанулся на другой стороне острова и у тебя ничего нету и тебе надо через весь остров пробраться. Ну, короче, удачи. Возможно, динозавра ты все еще это самое найдешь в итоге. Если ты примерно помнишь, в какой местности ты летал. Потому что с динозавром ничего не случится, он-то будет летать. А вся твоя хрень, которая упала, пропадет. Еще периодически, когда этот, атакуешь типа этих динозавров, там, когда твои динозавры их атакуют, они иногда подбирают всякую хрень. Типа, во, стрела у него там застряла, типа, еще чего-то там, ну, маленькие вещи такие, да. Ботинки нашел. Как бы простые, там, самые простые, еще чего-то в этом духе. С этого собрал, блин, этот копье. Смотришь просто в их инвентарь, там, они помимо мяса и шкуры еще чего-то там понабрали, пока убивали других динозавров. Короче, просто жуй, столько всего, столько всего. Еще вот это то, что как бы маленький аспект этого Майнкрафта, то, что собираешь ресурсы, строишь хрень. Разрабатываешь, но в этот технологии, вот, и некоторые вещи ты можешь найти, этот, чертежи на, там, вещи, которые ты сам не можешь построить, допустим. Или, там, лучшего качества или еще чего-то. Вот, там есть всякие эти подземелья, там есть боссы, еще чего-то, там, квесты, ну, совсем чуть-чуть, ну, не сильно много, но они офигенно сложные, скажем так. Один ты фактически их не сделаешь, вот, и другое то, что этот, как называют, там, некоторые вещи занимают долгое время. В частности, если у тебя нету суперкрутых материалов, допустим, мне приручить эту птицу заняло реального времени где-то минут сорок. В смысле, я сорок минут реального времени сидел и периодически подкармливал эту птицу мясом. Давай, давай, приручайся, давай, давай, приручайся, блин, только 10% твою мать. Давай, приручайся, блин, куда бы тебя пнуть, чтобы ты побыстрее приручился, тварь, ты так... Под конец я уже матерился очень, очень сильно. С другой стороны, этот, увидел другую птицу, выше уровня, которую я уже потом где-то через 2 часа потерял. Вон, совершенно случайно, но не важно. Я такой смотрю, блин, такой, знаешь, блин, белый, такой, блин, огромный, такой орел, такой, блин, классный. Говорю, слышь, мать ее, мать ее, мать ее, да. Слушай, прилети, притащи мне дохрена хорошего мяса. Он такой, ну, что такое? Ну, я ему там объяснил, типа, какая птица, все такое. Он как начал летать, там, пошел этот, типа, вырезку тирекса, притащил. Вот, так эта тварь как скушал хорошенького мясца, вот, он буквально минут за 5 этот приручился. Вот тебе разница, да? Вот, но с другой стороны, если ты его там без надзора оставишь, там будет пролазить какой-нибудь скорпион и подумает, о, закуска. Ну, или там, саблезубый тигр, тирекс и раптор, еще чего-то. Короче, очень весело, очень, блин, игра просто жуть, я говорю, я на нее уже убил часов 70, наверное, ну, что-то в этом духе. Сейчас точно не знаю. Вот, не могу посмотреть, стим не работает пока что. Вот. Ну да, это, это было просто жутко. Еще, отойдем немножко от игр, потому что я думаю, я уже всем уши прозвенел, кому не интересно. Смена темы. Те два дня, когда у меня не было машины, ее ремонтировали, ну, как ремонтировали, там, масло меняли все такое, смотрели, что надо сделать, может, там, что-то подчищали, там, скажем так, подтягивали и тому подобное. Вот, сменили мне этот, страдбар линкс сзади, машина после этого, блин, я думал, она до этого поворачивала охрененно, в смысле, в повороте себя держала охрененно. Сейчас она вообще, блин, просто зверь машина в повороте. Держит дорогу просто жутко как хорошо. Мне страшно становится от этой машины. Это еще учитывая то, что передние еще и расшатаны, задние они только сменили. Вот. А сбрызнули типа там масло, все такое. Сказали, что машину не стоит реставрировать, потому что снизу, на самом деле, там, ну, сравнительно хорошее количество ржавчины. По всей видимости, машин все-таки, на машине действительно хорошее количество, зимой ездила. Вот. Поэтому, как бы, механика хорошая, этот, сама машина, типа, кузов этот проржавел снизу. Сверху он хороший, снизу ржавый. Вот. Поэтому, как бы, говорят, поезди два года и купи другую. Вот. Они уже там собрались, типа, уговаривать меня, чтобы это самое, чтобы сильно на нее деньги не тратить. Я так подумал. Стою такой, смотрю, как они уговаривают. Дух, блин, я и такой же понял, что на нее деньги особо много тратить не надо. Потому что там примерно такую же, но только в гораздо лучшем состоянии, можно купить за пять тысяч. Так что, да. Этих мят на самом деле огромное количество. Я вокруг бати ездил, когда, блин, столько их ездит. Причем, начиная с девяностых, в смысле, начало девяностых. Заканчивая, там, этот, две тысячи и whatever. Короче, всех разных моделей, там, ездит их хорошее количество. Чего-то сравнительно часто видишь их. Поэтому... Чего-то самое удивительное, то, что, как бы, заехал, типа, на свалку, еще, как бы, недель до этого, спросил, Аля, у вас есть мяты? Он такой, да я их давно здесь не видел. Последнюю, которую я видел, она приехала, примерно, в таком состоянии, что, я думаю, там, никаких запчастей из нее уже вынуть нельзя. Типа, разбитая в дребезги была. Он говорит, единственное, когда они сюда появляются, это когда кто-то разобьется, нахрен. А так, да. Так что, ремонтировал это. И, ну, на самом деле, сравнительно неплохо. Как бы, за то количество работы, что они сделали, они, там, хотят 360 долларов, прям, сейчас должен. Ну, как бы, антикоррозины, этот, тормоза починили, типа, ну, подтянули все такое, сменили, там, эти насадки, которые, типа, растягивают эти тормозные колодки, чтобы они, этот, не терлись. Переставили, там, зачистили внутри, там, то, что немного ржавчины, еще чего-то там, и так далее. Ручник немножко подтянули, еще получше, но сказали, что надо будет посмотреть, как она себя будет вести. Ну, и такие вещи, там, немного. Покрутились с ней, 360 долларов, я думаю, неплохо. Ну, а, довольно-таки хорошо. Особенно, учитывая то, как она себя сейчас ведет, после этого, то гораздо лучше. Ну, и там, наверное, на следующей неделе еще немножко, этот, над ней поработаем, надо купить пару вещей. Они мне, там, дали три вещи купить в Америке. Они говорят, в Канаде это где-то баксов 80 будет стоить, а в Америке баксов 20, поэтому, говорят, съездим в Америку. Ты все равно там работаешь, купи там, на самом деле, по дешевке те же самые запчасти, типа оригинальные. Вот, и мы тебе их сменим, и все будет классно. Так что, машина должна быть в более или менее неплохом состоянии перед зимой. Ну, ладно, что, как бы хорошо. Вот, и я еще не уверен, что я буду делать с этим, с зимней резиной, или другие колеса, или на эти колеса буду вставить. Ну, это еще посмотрим. Я, на самом деле, не очень хочу сильно много денег тратить сейчас, потому что скоро будет зима, потом Новый год, потом такса надо будет делать, и это будет э-э-э. А, еще потом кто его знает, что случится зимой. Особенно на этой машине. Хе-хе-хе-хе-хе. Как говорят, Winter is coming. Надо, надо готовиться. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я сегодня всего марсианин ржал, там Шон Бин в одной из главных ролей, там просто, как, кажется, его показывали крупно, я все ржал. Подожди, кто-кто? Шон Бин. Ну, который, ну, блин, ну, который, как раз этот-то, из Старков, которого убивают в первом сезоне. М-м-м. Это Старк, кстати. О, там, кстати, в Марсиане такая шутка есть отпадная, я просто ухохротался. Там, типа, у них совещание. И, такой, у нас есть секретный проект. А, нет, 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 не так. Ну, короче, он сидит на совещании каком-то. И, там, у нас есть проект... Ээээ... Короче, что-то Eldron... Ну, и там кто-то спрашивает, а почему такое название? Ну, это из Василина Колец, секретный совет. и показывают его группу на чувака этого. Он же там играл этого, там, Баромира или кого-то там. Ага, да-да-да. Ну, хорошо. Используя так. Тра-ла-ла. А, да. Здорово. О, еще одна маленькая вещь, которую я хотел не забыть сказать. Кстати. Кстати, насчет того, что забываю, я уже второй подкаст почти что забыл. Так, где она там была? Сейчас, 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 сейчас. Я просто. Я же себе даже записал. Не забыть. В прошлый раз забыл. И в этот раз почти что забыл. Так, где она там, блин? Краб, 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 краб. В подкасте надо упомянуть. Вот. Так. Маленький этот... Скажем так. Большое спасибо. Не маленькое. Большое спасибо. Серго Погосян. За донацию. 10 баксов. Большое спасибо. Я еще в прошлый раз хотел упомянуть. Извини. У меня с памятью... В смысле, с памятью мне все нормально. Я просто... У меня приоритеты неправильно расставлены. Всю жизнь. Так что, извини, что так поздно. Но большое спасибо. Я рад, что люди все-таки помнят и оценивают. И для меня это очень хороший показатель оценки. Помимо прямой помощи. Как, допустим, Данила там, снайпер. Так что, да. Очень-очень-очень большое спасибо. Извини, что забыл еще раз. И... Ну, люди, следуйте хорошему примеру. Вот. А другое... Вернусь к, так сказать, своей неделе. У меня тут, короче, на работе вылезла такая, блин... С одной стороны, дикая. С другой стороны, такое ощущение, что дубл идея. Я придумал, как эти... Как самоулышающийся код писать. Реально придумал. У меня... Я, короче... Это было в пятницу. Вот. Я, короче, как засел в зале заседания. Вот. И у меня что-то... Я думал о чем-то другом. И потом сижу такой... Что-то начал думать про скрипты. Начал думать про... Про то, как это самое. Ну, типа, просто... У нас на работе там, короче, пишется сначала один скрипт. Потом другой его этот... Экзекьютит. Еще чего-то. Еще чего-то. Еще чего-то. Ну, типа, получается, что как бы... Он сначала записывается, а потом другим скриптом читается. И это самое. Типа, команда... Воспроизводится. Все такое. Сижу такой, думаю, блин... Как бы это все делало, типа... Ну, автоматизировать. Потому что, ну, нас, блин, там... Нафиг. Так я думаю, как там форма, типа, заполняет ее фактически автоматически. Но я пока об этом думал, я такой сижу, думаю... О, слушай, а если вот они будут как бы пробовать... Ну, не то чтобы наугад, но этот... Просто считывать другие скрипты. Смотреть, какие там функции. Типа, какие параметры они этот принимают и все такое. И смотреть, или там получилось что-то, ну, типа... Была ли там ошибка, или действительно что-то какой-то этот... Ответ дал. Вот из этой функции. Ну, типа, просто методом тыка, фактически. Но при этом, как бы, участь на своих, так сказать, ошибках. Смотришь, типа, столько параметров засунуло. Что-то вышло, но не то. Замечательно. Значит, надо искать с такими параметрами, еще чего-то. Ну, короче, я там расписал где-то, я не знаю... Ой, жуть, я не знаю. Страницы 4, наверное, я расписал в своем блокнотике. Пока сидел в туалете. Потом, как рассказал этим чудикам... В основном, два чудика, типа, Райан и Леонард. Вот, они очень много джаваскрипта пишут. Вот, и вообще со скриптовыми языками довольно-таки хорошо знакомы. И я когда им рассказал, они такие сидят... Вот, у них первый вопрос был... Слушай, чувак, ты еще нас уволить хочешь? Говорят, если такое реально написать, что... Мы не говорим, что это невозможно. Но если такое реально написать, ты же понимаешь, что у нас работы не будет. На что я им дал, конечно, доводы, что работа у нас все еще будет. Она просто немножко изменится. Типа, вместо того, чтобы сами скрипты писать, мы будем этот, типа, тренировочный материал для скриптов писать. Но, по сути дела, да. Да, у меня есть, как бы, такой небольшой этот список, типа, круговорот, как вещи будут, типа, обрабатываться. И, как бы, в теории выглядит очень даже солидно. На практике, я уверен, что не все так будет замечательно. Но, по крайней мере, простые вещи, такое, как обработка XML, ну, в смысле, даже не самого XML, а когда тебе приходят данные, ты знаешь, что это, там, допустим, JSON будет, но ты не уверен, что куда там засунули. Как бы, знаешь, в каком порядке, еще чего-то там. Тебе просто надо найти, что, что-то, что подходит. Вот. Как бы, знаешь, для людей то, что, как бы, ты просто туда зайдешь, посмотришь, ну, блин, понятно, здесь написано вот это, значит, наверное, туда. Да. Вот. А тут у тебя скрипт, как бы, будет автоматически пытаться, знаешь, как бы, ну, методом тыка поначалу, а потом из опыта, типа, я уже примерно такой, это самое, типа, последовательность видел, поэтому попробуем вот это, да. Вот, и так далее. Ну, просто сидеть и учиться, и там воспроизводить. Сама вся идея в том, что, как бы, эти скрипты будут создавать новые скрипты. Идея вот в чем. То, что, как бы... А? Inception. Inception? Ну, фильм. А почему Inception? Ну, фильм Inception, знаешь, с Дикаппо? Ну, да. А при чем здесь это? Ну, вот это, we need to go deeper. А, нет, нет, там, там вот именно, знаешь, вся идея в том, что... Ну, я, конечно, прикольнулся, сказал там, типа, чувака, чувакам, чуваке, я придумал, как и я ей написать. И вот я про то, что это этот, 3D-принтер, который напечатает 3D-принтер. Ну, да и нет. Да, в том смысле, что, как бы, вся идея в том, чтобы, знаешь, ты сначала написал скрипт, и он гоняется, типа, если у него, там, определенное количество, типа, success получается, то он, типа, ему дается возможность, типа, создать что-то подобное себе и других скриптов. Ну, да, нет, и я знаю, как это, как бы, запустить все это дело, вот. Ну, у меня уже, как бы, наметки есть, там, типа, структуры, как это все дело гоняться должно быть. Но, конечно, AI из этого не, я думаю, это там ужасно далеко до этого, вот. Но, по крайней мере, знаешь, именно оптимизация обработки данных, там должна быть просто офигенная. В смысле, тренировка скриптов, вот именно тренировка скриптов, как бы, у тебя есть скрипт, который это делает. Вот, типа, уже, как бы, ты знаешь, что он это делает, вот. И ты начинаешь, базируясь на этом, допустим, ты начинаешь, там, считывать функции и пытаться, там, а что если вот так вот, а что если вот так вот, а что если вот так вот. И, знаешь, фактически, метод тыкает одно дело, другое дело, что, как бы, сейчас есть очень много всяких паттернов, типа, схем, как, фактически, вроде бы методом тыка, но ты не повторяешь те же самые ошибки. Или, там, ты не обрабатываешь ту же самую информацию, которую ты уже, этот, просчитывал, да. То бишь, фактически, ты можешь, этот, брутфорзить, но брутфорзить уже, как бы, по-умному. Брутфорз с мозгами, или с памятью, по крайней мере. Вань, давай это, 10 минут первых сделаем. Давай. Беспаролем. Сейчас, секундочку. Где у меня тут записи? О. Угу. И вот, мы вернулись после перекура, в смысле, перекидки стирки, добавки кофе, еще чего-то, ну и всякого. А, да. Ну, короче, я придумал общую схему, как бы, раньше я хотел это сделать, но я просто, мне было даже тяжело, как бы, представить, с чего начать. Вообще, писать, как бы, самообучающийся, ну или, по крайней мере, более или менее оптимизирующийся этот код. Вообще, как это загонять туда, как это вообще считывать и так далее. И то, что сейчас есть, я на это дело смотрел, это, знаешь, ну, мое мнение, блин, ну, ну, криво, криво, блин, все криво работает. Просто пипец. Они, как бы, знаешь, такое ощущение, что они всю концепцию, блин, мимо ушей пропускают. Вот, ну, знаешь, по сути дела, как бы, в частности, это, как бы, это объяснить. И, когда ты пытаешься сделать, типа, ну, знаешь, улучшающийся скрипт, да, вот, это, там, человеку говоришь, допустим, ну, там, он будет автоматически, типа, там, улучшать, типа, этот, ускорять время, этот, парсинга, допустим, какого сообщения или еще чего-то в этом духе. О, в ответ слышишь, да и так достаточно библиотек, который довольно-таки быстро этот, парсит, это сообщение в этой форме. А если форма сменится? Ну, перепишешь. Знаешь, ну, и так далее. Как бы, сейчас все так, настолько, блин, настроено, там, как бы, все по рельсам идет и так далее, и что, как бы, для этого нужды нету. Очень мало людей могут вообще видеть применение таким вещам. Вот, и из этого, что исходит, то, что они, если даже пишут какие-то, там, этот, так сказать, обучающиеся, они настолько, вот, узко видят, типа, применение или, там, вообще, у них, как бы, идея, чему она будет учиться и так далее, это, или наоборот, чересчур обширно. Они думают, что, сейчас мы возьмем кусок, блин, это самое, мозговой ткани, воткнем туда электроды, вот, будем подпитывать, и в итоге, вот, 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 вот оно само по себе, вот так вот, потом его учится. Правда, да, если температура прыгнет на 5 градусов в любую сторону, то, то потом, это самое, да, клетки умрут, и придется их еще год тренировать. Знаешь, ну, как бы, знаешь, они не, они не делают свое, они просто берут то, что уже сделано, и пытаются, знаешь, туда, блин, топором, как бы, это переиспользовать. Вот, массовое производство это явно не попадет. Купите кусочек мозга мышиный. Обучаются в среднем от двух до трех недель. Ну, как бы, процессоры из этого делать не будут, поэтому, а такие вещи, вот, я все думал, как бы, сейчас все больше и больше применяются всякие там скрипты и так далее. Вот, и я посмотрел на то, как у нас это все сделано, ну, как бы, у нас это все сделано криво, но именно из-за этой кривой структуры я посмотрел и подумал, если там, как бы, знаешь, Java программа может гонять скрипт, который гоняет скрипт. Знаешь, так вот, сижу и думаю, а что, если эта Java программа будет запускать скрипт, который пишет скрипт, который потом запускает скрипт? Ну, я такой, знаешь, круговорот говна в природе, да? Вот, типа, сделать небольшой этот environment и просто, как бы, учить это дело, ну, в смысле, обучать это все дело. И самый интересный момент, я даже придумал, как это дело все обучать, самое что главное. Вот, потому что само по себе методом тыка просто из ниоткуда оно не получится, не выйдет. Вот, но и при этом, кстати, в этой схеме, мне кажется, они смогут учиться друг от друга. Там можно настроить, типа, в смысле, сделать, как бы, схему, по которой они, типа, друг от друга будут, будут, это самое, типа, учиться. Фактически, если, если один скрипт... Блин, твою мать! Мудрофея! Почему всем студентам надо быть... Надо орать, вот, вот, всегда надо орать, вот, у них всегда вот есть такая вот замечательная сущность, как орать, надо орать, просто разговаривать нельзя. Вот, так, возвращаясь к этим скриптам, ну, я думаю, почему я называю скриптами, это все скриптами, потому что, скорее всего, легче всего это все дело применить. Именно в каком-нибудь скриптовом языке, а-ля JavaScript и, допустим, такие, этот, Nashorn, этот, то, что раньше было Rhino Engine, вот. Он, как бы, соединяет Java и JavaScript, вот, и компилирует JavaScript вот это в binary-код. Ну, вот, ну, или еще что-то такое. Если это дело получится, то, да. По крайней мере, будет это самое, типа, Proof of Concept, что у нас, ой, ну, что я написал, самооптимизирующийся код. Это мне больше всего интересно. Как бы, просто, просто, что, да, это возможно, чтобы потом люди не гнали, что, как бы, такие вещи нельзя сделать. Меня это так напрягает. Это невозможно. Это тоже невозможно. Это тоже невозможно. Как, ни один чувак сказал, как ты заставишь скрипт писать логику? Методом тыка? Как мы учимся? Взяли квадратную хрень и попытались засунуть ее в круглую. Не получается. Попытались засунуть ее в квадратную. О! Получилось. Залезла. Сразу выделяется там это самое, как его называют. Стимулянт в мозгах. Суксесс. Та-дам! Ачьимент. В мозгах вырабатывается это самое. Просто стимулянт, что ты чего-то добился. Ну, и все. Итак, мы знаем, что это хорошо. Что это. Надо еще раз попробовать. Еще раз засунуть квадратную в квадратную. Ну, там раз такой это самое. Прямоугольник. Что-то не так. Чем он там это самое отличается от квадрата? Посмотрим на разницу. Типа, тут-то получилось. Там я. в чем разница где сходится где разница мука попробуем так теперь будем знать если там стороны одинаковые то скорее всего квадрат а в частности с со всякими языками программирования и скриптовыми языками так далее там самое классное что там есть как бы весь функционал базовый функционал там уже описан этого во первых во вторых если ты делал правильно писать то можно их тренировать уже на существующих скриптах для тебя которые люди написали вот запустим параллельно этим скриптом мы запустим скриптовую библиотеку допустим который уже фактически знает как делать вещи но смысле там есть функции которые парсы допустим чего-то или еще что-то вот и пусть другие скрипты этот типа оттуда функции выбирают и пытаться к себе типа засунуть знаешь комбинацию ввода вывода и морфирование дата думаю будет очень весело детстве мне надо на самое эту игру пройти так сказать ну смысле как доиграться до той степени где я уже все буду плюс-минус они знать тогда уже будет не смена не так интересно можно будет заняться вот этим написание скриптовой хрени если я и это дело не закопаю то я вам сообщу как продвигается покажешь все детали конечно же я общую схему описал но у меня там очень много деталей расписано если сдамся или еще чего-то тут тогда расскажу все остальные может кто-то другой сделает за мне всегда проблем придумать придумаю блин делать как-то было я кстати на работе пытался этих привлечь чуваков но они чересчур как-то мелко мыслит мне надо будет за ними блин стоять надзирателем и как бы говорить им частности что писать чтобы они писали это тоже не интересно не получится я думаю что они как бы заинтересуется то что это все скриптовые языки они очень много чего любят на скриптовых языках делать вот но это их к сожалению пока что еще на крючок не посадил так что вот вот и все вот у меня в принципе как бы вся неделю где так за полтора часа ну ладно за час на самом деле уже час 20 минут помпишемся и так я к сожалению разделил блин эти файлы кстати я могу посмотреть не могу посмотреть да у нас уже час два по чешу сейчас 22 минутах так что да ты же атаку титанов смотрел да а да 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 я просто вот ну ходил в кино на обе части чары фильм вышли вот я ходил и на 1 на 2 ну как бы там из двух фильмов после первой я вообще в восторге и вот и кибу что сняли класс очень четко прям по аниме или что ты начинаешь заикаться но тогда то что ли заканчивается что ты начинаешь заикаться 1 2 3 4 5 нормально нормально вроде нормально вот все хорошо слышно да 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 меня то слой а второй там какой-то странный и я так и не понял то есть то ли они просто решили все наплевать после первой части сняли что-то странное в чем суть первый фильм да он полностью по вот по аниме вплоть до момента где эрин превращается в первый раз ну то есть там под первым получается сериям там 6 до примерно но да где-то так там серии сколько серии 23 по моему да вот из них там где-то серии 6 7 превращать вот я думал что в принципе следующий фильм будет примерно так дал по несколько там серии занимает грубо говоря но в общем во второй серии представьте что происходит они берут нет постараюсь без спойлеров да там в общем вот примерно на этом они заканчивают вот в принципе сюжет весь аниме вот где он превращается там то есть потом после превращения же там все пытаются уютом чуть ли не убить там до своей ну да да там там предатель моно монстр все такое там когда вот и значит и после этого фильме оказывается что вот титаны это не те кто по аниме были да ну позже по ним и там вот там тот тот оказались то что они титаны вот а в аниме вообще другие люди оказываются титанами показывают вот этот вот самый огромный титан который стены ломался вначале надо в аниме же так и не показали кто это такой ну да там подозрение то есть естественно а тут короче прям конкретно показывают что это чувак и финальный бой сразу с ним и все и кончается там потом было очень муторно давно и драмы было а за и и так далее ну короче вот как это заканчивается и вот я так и не понял то есть то ли они это показали сразу типа ну концовку там условный манги то есть манги же дальше написано это мы просто бы не знаем до чем дальше там было вот я так и не понял то есть то ли они просто взяли концовку из банки и сразу ее показали то ли они решили ай пофиг на сюжет давай сразу быстренько закончим и все это просто вообще после это прикинет как если бы по гарри патру снимали фильмы по да и такие по первой книжке сняли и потом сразу финальный бизнес смолд и вортом и конец они вообще вырезали там 90 процентов кого волнует эта вся вся хрень посередине знаешь ну потому что потому что он ты же помнишь там посередине я вообще смотрел и прям там елозил на стулья блин чё ж дальше будет все вырезали все сразу конец короче жили они долгое часы но советую посмотреть вот реально вот первый фильм вообще отличный потому что я думал то есть японское кино низко бюджетно я думаю будет полный трэш они сделали очень круто прям ты знаешь знаешь сейчас полинет сам еще столько всего вся из всякого кино выпускается причем хрен узнают ну как бы раньше там конечно отдельные фильмы выходили из разных стран которые неплохие были например сейчас я более-менее подучились по крайней мере окей кино снимает ну знаешь чуваку повтори потому что не было слышно индонезийское кино где весь фильм там они один дом атакуют опыт а мне не смотрел короче ну поздно то что в разных странах выходят разные такие фильм прикольные мне но даже я говорю что как бы технологии уже позволяет уже можно более или менее неплохие спецэффекты на по низкому бюджету сделать которая раньше как бы убивала боевики все остальное как бы там там просто не хватало средства на нормальные спецэффекты а сейчас все могут более-менее там окей спецэффекты сделал одессы не загоняться там вот а дальше там уже игра актеров а как бы игра актеров то везде было более-менее окей хотя не уверен насчет индии ну да это мелочи может у них просто своеобразная игра но тоже не играть а петь на главный не играть петь да 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 я знаю там там главное чтоб ты умел петь а какой себя актер еще посмотрим еще 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 а думаете как в этом не завидел не ради гифки где там чувак машину на лету останавливает там выпрыгивает всех расстреливает садится над машину да там вообще блин ужас блин а еще это киношка то где там гигантская змея из одинаковых чуваков а не они видел и потом миллион клонов таких роботов вот он там собирается ужас ужас нет нафиг не даже не хочу в ту сторону смотреть знаешь они меня и на работе немножко так напрягает хотя у нас на самом деле не такие уж тупые индусы ну сравнение у нас некоторые из них сравнительно неплохо соображают но как бы мне тяжело судить потому что у меня запросы как бы со чувак эти два слова сказал тоже должен и так все знать там они у них как бы у них нету вот это вот именно смекалки думать знаешь outside of box ну вот нету и все вот они вот они придерживаются знаешь если ты им дашь как бы степ-бай-степ параметра они они эти пара они эти вещи могут делать блин айда ушел знаешь если он уже это делал до этого то он может это сделать просто замечательно и быстро и все что так четко и все но чтобы что-то новое придумать или подумать типа слышь чувака ты может есть может здесь не обязательно да нет она работает вот так вот да ну я понимаю она работает но наш криво будет работать подумай о будущем каком будущем блин надо сделать это блин а что тут вот этот подход вот знаешь типа главное написать а как это будет это нервы действует просто жуль терпеть не могу некоторые конечно из них более или менее в частности блин у меня в смысле у нас уже не босс же в принципе тоже оттуда но он в америке уже столько провел во первых то что у него как бы и английский ничего и он соображает ну как бы он думает по наш культуру него уже более местные чем то что там был вот и есть некоторые которые соображают нормально но по большому счету если они только оттуда приехали недавно скажем так три года или еще что-то никакой смекалки 0,0 десятых такое ощущение что их там этот в детстве пароли за любую инициативу или смекалку или еще что-то в этом духе типа ужас но да насчет фильмов это конечно уже существовать и там самый большой зал в кинотеатре сколько видел сам большой зал нет количество залов в одном кинотеатре ну подожди в вензоре там помню 16 на это silver city у нас там 16 этих залов там вот а в других зависит примерно так же не зависит куда поехать если бы этот canton поехать где там ну нашлась бой типа там большие кресла все такое пиво и так далее но ты там наоборот там не знаю может их 8 10 вот вообще сегодня мы нечем последний туркинотеатр хожу тут маска 24 зала я все офигеваю блин так у меня зал номер 17 так третий этаж налево направо налево как бы там гораздо легче так ты ты можешь очень много фильмов показывать тогда ли это они там показывают они там фильмы 90-х показывают да это очень удобно очень очень удобно так что блин я столько всего хочу сделать и блин как бы и поиграть хочу и на фильм хочу сходить и у меня тут подожди ты наверно фотографии не видел у меня здесь столько разных инструментов появилась с амазону заказан ну не только с амазона но да у меня там хорошее количество всяких деталюшек уже как бы я я уже у меня схема есть как бы я протестировал типа обычными просто этими джемперами типа подключил на друг другу у меня там этот типа дополнительная система питания для машины и но в частности стерео и так далее разбирай туда всунуть разбирай уже лежит не до конца запрограммированы но еще уже все лежит главное установить но я как посмотрел мне это дня три наверно займет хороших условий только этим заниматься чтобы всю проводку туда провести и так далее и скорее всего чего-то опять не хватит то или там на счет не так будет так далее да им хочу заняться блин доделать блин корпус для компьютера хочу блин хочу написать эти долбаные скрипты о путь весело наши просто просто сделать крупных концепт типа слышь чувак у меня тут это сам дата обрабатывалась типа 2 секунды поначалу сейчас принцессам за четверть секунды обрабатывается причем я не строчки кода после этого не написал надо было прикольно ты потом типа сделать маленький инструмент и по консольку смысле но не консольку а это ты именно рабочий стол для этих для форм хочу сделать и у меня уже как бы я частичные вещи знаю как типа там сделать какие библиотеки использовать что где взять и что куда вставить главное все это время вместе собрать вот и тогда можно будет формы вообще блин там берешь форм на неделю за день у тебя там все это делается ну как все делается там половину вещей можно просто автоматизировать остальные просто так да вот это сюда вот сюда вот это сюда вот сюда протестировать работает нормально круто вот затем все сделать а потом четыре дня просто ходить там и пинать и при этом никто тебе ничего не скажешь как же все таки там замечательно рублю вот это вот тут то что как бы гибкость вот это как бы которые нам предоставляются типа ну тебе надо машину отремонять ну ладно работы дома фиглях по дням то без проблем два дня такой блин как же офигенно я позади я позади время уже вообще фактически никому не говорю как так а вода чуваки я сегодня из дома работа кстати время 10 часов утра если из дома работаю ok без проблем так что блин столько всего хочу сделать но блин и поспать хочу отоспаться блин за эту неделю потому что я очень-очень-очень-очень мало спал на этой неделю столько всего как бы это все дело сделать ну так что хочешь этот обсудить немножко новости или да да я думаю мы прошлый раз нет сама ничего не обсуждали что он получим плохо так значит на самом деле самом деле от судить рейтинга так еще чувака судят в канаде спине с феминистками это уже так долго тянулась мне надо я думаю эту тему надо стереть потому что я реально не хочу ее обсуждать там все очень просто размывают говно вообще не почему а у тебя кстати хотя открыто ты сам видишь нет меня к лучшим просто говори короче а в июле 14 то бишь два месяца назад там были всякие эти хрень и что какие-то феминистки чего-то там писали на твиттере один чувак потроллил чуть-чуть нашу так чисто так этот самое сказал что ему не нравится что они там этот говорят но они типа а это мужик на все против баб так далее блины типа это харассмент еще чего-то там наш твит послал блин sexual harassment чего при чем здесь это ну вообще блин тупизм ни на чем развивается блин им бы либо только разосраться с кем-то это мне кажется вот настолько не кажется что вот как бы все все вот эти движения типа для феминистские там этот наш неравноправие этот сексуальная ориентация там знаешь типа допустим права геев и так далее там настолько блин уже они потеряли как бы всю перспективу как бы почему именно не кажется я всегда так говорил они типа всей вся изначальная идея но не в этом было чтобы знаешь каждого попавшийся мужика блин судить за sexual harassment потому что он что-то потому что он не согласился с тобой в твиттере блин типа но это фундаменте лежит это всегда все равно вы к этому пришло то есть когда ты начинаешь требовать исключительных прав это как бы два различных подхода полностью к жизни и к миросприятию то есть требовать равных прав или особенных по весь этот феминизм там анти там за там расизм там и все прочее это не никакого отношения вообще не имеет и не имела никогда к проблемам равных прав это они не хотят равных прав если бы они хотели там равных прав они бы выступали совсем с другими вещами и посылками они выступают позиции особенных что вот у меня есть пизда и поэтому мне нужны особые права я должна иметь право там лежать на любого мужика который там который я считаю там неправ да а началось все с чего то то что женщинам по статистике недоплачивать 20 процентов от самой зарплаты когда мне кто-нибудь хоть одни приведет кит какие-то там убедительные данные на основе там различных не там замер по производительности труда что вот при одинаковых вложениях труда при одинаковой продуктивности женщины не доплачивать я с этим соглашусь пока все данные которые на эту тему есть это все оказывается полным фейком всегда даже я говорю у меня самая большая проблема что что даже если предположить что эти данные то что говорят там среднем 20 процентов недоплачивать даже если сказать что это действительно правда что я думаю это правда как бы в отдельных случаях смысле в случаях там что женщина добралась до очень высокой позиции в какой-то старой корпорации да там типа автомобильный типов форда да она там какой-то очень-очень-очень высокий менеджер все остальные менеджеры которые мужики там ну вот они получают на 20 процентов больше чем она вот я вы я думаю что там это абсолютная правда и потому что логически просто подходит вот но даже если предположить что что везде во всех остальных профессиях женщинам недоплачивают 20 процентов почему я ни разу вниз не видел в новостях чтобы нашими на типа феминистки которые по идее по идее должны бороться за права женщин и так далее почему они об этом никогда не говорят я ни разу не видел блин ни одной нормальной новости вот где бы там знаешь вот хорошие доводы были это от обычно какой-то вот срач вот знаешь вот мы еще чего-то поэтому меня такие новости они ну очень-очень-очень раздражают и в частности меня еще чего раздражает это такие вещи что вот эта вся тенденция что знаешь мы все особенные там равноправие настолько вот равна равна это настолько стало типа отмазкой для всего что сейчас уже пытается блин насрать каждому блин второму кому угодно у кого блин как бы получилась вырваться или там знаешь заработать бабоку у него хотят отсудить на самом этом и суть это же есть семинизм и все прочее это не про такие равные права это продолжение вечной байки про отнять и поделить то есть как бы окей там не знаю отнять и поделить у богатых у белых у мужчин корпорации еще чего-то в частном частности кстати сейчас немножко чуть-чуть в сторону от этого это интересно что я когда в этот в google бил за машин в новостях первое машин андерфаев форекс кастинг чайсас типа их это самое типа пердолит за то что актеров подобрали как-то странно в частности вторая новость это то что там недостаточно азиатов было понимаешь вот вот там вот понимаешь вот когда ты любую вещь показываешь тебе же надо все нации все все этот этнические эти представить да ведь нет нет так ты вспомни эту игру ведьмак 3 то на них все наезжали что там черных нет средневековой польши нет черных какой кошмар не говори как они посмели я я помню где-то все середине девяностых у нас в ульяновске смысле в нашем районе я первый раз увидел негра даже реально для меня это был первый раз когда я не по телевизору увидел чернокожего человека знаешь что самое странное смысле до меня тогда еще все эти стереотипы еще даже не дошли я них даже еще не знал но я его видел на школьной баскетбольной площадке играющего баскетбол сам с собой это первый раз первый раз как когда я вот сам лично вот наш не в кино вообще видел черный этот чернокожего человека и он стоял на школьной баскетбольной площадке кидал мячик и знаешь когда вот после этого там говорят что там типа в фильме в каком-то еще чего-то еще чего там не представили какую-то там определенную этническую там группу или еще чего-то в этом духе чуваки реально вам уже сразу знаешь нету повода ну вот вот уже придут серьезно ну ну блин во первых этот как бы актеров азиатов смысле хороших актеров азиатов ну по пальцам можно перечислить как бы в голливуде я хочу сказать не вообще в голливуде в частности мы их по моему наизусть всех сна и вставить одного чисто ради того чтобы как бы дополнить там этническую какую-то группу или еще что-то в этом духе твою мать пошли в задницу вот всем скажу блин пошли в задницу меня меня задолбал я я хочу видите людей которые умеют играть которые подходят как бы под контекст аля средневековый этот наш какую фильме про средневековье я не хочу верить черных если они не рабы ну или какие-то там исключительные там я не знаю там бадиты или еще чего-то или или это если это средневековый фильм про африку то я не хочу там сильно много белых видеть если так в частности и азиатов точно уж не хочу там видеть потому что там я думаю было бы маловато ну или по крайней мере если они там приведут хорошие доводы почему там были азиаты то могут туда засунуть взят но пожалуйста не надо не надо там блин вот знаешь мешать блин не надо путать жопу с пальцем для вот тут вот реально знаешь вот срач вот это все феминизм и все остальное да пошли не в задницу начиная с феминисток и заканчивая всеми остальными блин который типа кого-то код наш в кавычках за равноправие равноправие блин я еще не видел в это все все что я видел это то что те женщины которые больше всего выступают про которых больше его там высказывается и так далее там новости показывает тому подобное все что я видел это они там типа дайте нам исключительные там мы особенные нам платить надо больше работать меньше и вообще мы особенные с нами надо обращаться как с девушками но от сам на платье какая сама как нормальную мужику сейчас сам историю расскажу как раз сегодня как услышал слышал про эту аниту саркисян что-то знакомы короче она такая тоже типа там феминистка там ценам про видеоигр рассказывать что как там в играх неправильно показывают там женщины все такое короче изначально причем она нормальным вещами занималась прям такими нормальными gender studies просто рассуждала про там роли гендеров видеоигр даже деньги на кикстартере там на ролике собирал вообще прикольно было потом скатилась вот в это говно феминистической вот прикол в чем она недавно в он выступал даже дорвалась и выступала там значит что вот в интернете много буллинг и и там всякого харассмента и значит надо за это всех судить типа если там написал твит оскорбительный там посадить сразу в тюрьму вот и значит она все это говорила вот с позиции что тех кто наезжает там типа там на там на женщины феминисток там всяких расистов и все такое вот и написал там вид что там вид там феминистов тянут сразу посадить там тип короче в тюрьму вот и надо вообще это цензурировать удалять эти твиты из интернета и вообще там цензурировать интернет под всяких вот таких вещей вот это ладно это все начало дальше история как разворачивалась она там короче когда выступала показывал всякие ну как обычно слайды да и ссылки напомним там показываешь лайк со статистикой да и ссылку даешь на источник вот и как короче когда проверили слайд оказалось что эти ссылки вели там не в интернет на какие-то исследования что-то она локальные файлы на ее жестком диске где просто типа там ворде это был написано вот короче потом доклад вообще с сайта он удалили и сказали типу мой бы там извините мы не проверили информацию у нее там полный фигня не доклад но это еще тоже начало добралась смотри как как это лапшу нашим умеет вешать да это еще начало дальше у нее куча ческая подружка которая там типа британская феминистка и это хоть и британская феминистка написала кучу твитов типа мочи всех мужиков все мужики гады там мочи всех белых ну короче все такое там все права не за этом женщинам черным а там белых и мужиков мочи и тут короче все такие подождите как ты же там они ты сама писала что там за буллинг в интернете на расовой почве и гендерной надо типа там тюрьму сажать ну вот пожалуйста то же самое только ну типа ты говорила что тех кто там оскорблять женщины и черных а вот пожалуйста у тебя подружка то же самое оскорбляет на российской там и мужиков и белых типа что-то на это скажешь и короче после этого это они то вообще замолчала сейчас никаких нет не дает ничего потому что если он скажет что типа надо ее там подругу покарать что получается она там против феминистка я скажу что не надо короче то получается и чертем да да потому что у них нет никакой блин на сам они вообще у них все аргументы беспочвенные и как бы наш но елки зеленые ну уж скажите чего хотите блин равноправие да без проблем знаешь но я как бы я вырос тем что поля девушки всегда там знаешь типа пацанам там десять раз подтянулся девушкам 5 он типа я я конечно понимаю что дискриминация но почему-то девочки не жаловались да потому что окей когда за это ставят оценку а потом а сейчас же это во что превращается там они говорят а давайте там этот мужчина будет работать восемь часов в день а я шесть но платить нам будут одинаково ага да 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 как бы у них там какие-то специальные льготы но при этом это сама зарплата будет такая же как бы работа меньше елки зеленые ну уж там это самое типа как бы решить что вам надо вы вы девушки за вами надо ухаживать или вы хотите равноправие там стоишь без проблем льготы дадим льготы но зарплата будет ниже как бы кровать то чем-то надо правильно еще чего-то окей но это все блин наш играю меня больше всего вот вот именно вот этот я говорю пример где смотришь вроде идут два рабочих где этот пацан и девушка пацан все тащит девушка просто идет блин а сама там лясо чаши а платят им одинаково как будто ну как бы знаешь этот просто как бы позиция одинаковая да у них по сути дела на таких работах там сильно как бы зарплата там там просто на этой работе сильно долго не держишься там обычно работаю там код еще чего-то вот и поэтому как бы и зарплата растет очень медленно то бишь у них разница за плать может быть там ну елки зеленые два процента tops как бы ну не получится там просто не получится там но при этом опять же все вот эти вот которые там аля так сказать мужские работы валя строители все остальное где там видел женщин да там там щит ну в канаде здесь очень много бедишь от самой женщин но я ни разу не видел чтоб женщина там кирпичи таскал или чет тяжело поднимала наш если у них там есть позиция что кому-то надо этот тип машины контролировать и потом знаешь стоять со значком осторожную там это линия сейчас проезжает а вы стойте или еще чего-то обычно эту позицию занимают женщина оплатят им плюс-минус одинаково наш вот как бы где ёбаная равноправие знаешь о чем вы говорите как бы я понимаю что скорее всего это мужики просто и там уступают на типа ну все-таки девушка еще чего-то блин что ты будешь там кирпичи тягать да а мне и так надо мышцы наращивать я понимаю что где-то там большинстве случаев это скорее всего добровольно но белки зеленые когда потом с другой стороны смотришь во всякие новости и все остальное видишь как-то кричащую женщину гнетают везде и но не надо выдирать пожалуйста не надо там из контекста не надо выдирать давайте уже все посмотрим все общие эти вещи так это сотрем это мы уже обсудили а канадское государство хочет больше конкуренции чего да нафиг мы все знаем что это не случится может быть потом когда же не приедет этот он что-то скажет у него обычно есть эти интересные вещи в америке ломают заправки да интересно кстати кстати сказать вещь то что в частности я немножко разойдусь по этой теме я бы сказал это не только заправки но еще многие другие вещи короче что случилось то что в этот сейчас многие из этих заправок они вообще подключены в смысле бензоколонки они подключены к интернету не только они подключены к интернету туда там транслируются всякие я не знаю я частенько останавливаюсь на одной бензоколонке там прямо на самой бензоколонки стоит маленький телевизор летели там новости и там рекламу показывать еще чем пока не заправляешься вот и это идет все через интернет там стоит компьютер там это всего как бы знаешь с центральным сервером общается все остальное но при этом к этому же компьютеру подключено и подключены такие вещи как допустим машинка который считывает твою кредитную карточку того подобное что думаешь не хакнуть за что боролись на той на пароль из на самом деле очень много это как бы такая тенденция которая сейчас наблюдается везде и очень остро наблюдается во всяких там машинах допустим то что люди хотя хотят все эти фичи а индустрия просто как бы ну они с этим с этими проблемами не сталкивались они с компьютером мало там возились до этого да ну чё там одна бензоколонка был построен а там 30 лет назад и работала на 30 лет и ничего да там ну ладно хорошо и апгрейд или допустим каждые там 10-15 лет сейчас же технологии развиваются гораздо быстрее и как бы да они пытаются тем типа более экономически удобные типа использовать как называется решение но при этом они настолько популярны что любой дурак может добраться до до сорсников и уж не говоря про хакеров что думаешь ну знаешь как ты даже прокомментирует сложно то есть окей то есть ну любая технология на когда на какие-то вещи которые раньше компьютеров там не было сейчас там есть или там допустим хакать или еще чуть не на позже лет как знаешь это как вот под вот под макбуки не было вирусов не был вирус сейчас дофига вирусов под могу то уже то есть и как бы много стало да соответственно стало выгодно по них вируса писать то же самое не было компьютеров на заправках ну никому это нафиг надо не надо было сейчас много компьютеров на заправках всего давайте сразу пакать любая отрасль когда становится массовый привлекает преступность это не было раньше у людей ну физически там не было раньше бумажных денег дадут а там исторически да не было такой профессии как карманник людей появились бумажные деньги у них появились кошельки они стали с деньгами карман появились карманники которые стали воровать в принципе как бы закономерность определенные что как бы технология появилась естественно будет и там будут воровать возможно появилась это достаточно то что не то что технология появилось новое место где есть деньги появился компьютер через который проходят деньги давайте его хакнуть конечно да поэтому как бы но я этому всему не удивляюсь меня это все закономерно потому что но видишь тенденцию как бы а почему бы и нет да как бы почему бы нет они оставили блин абсолютно открытую блин систему и через нее проходят деньги если почему сейчас машины так страшно не хакают это потому что еще ни одна из компаний не подсоединил типа кредитную карточку или там банковскую карточку автомобилю как только вы вставили что здесь представил дико транзакции хотите ускориться заплатите дома не ну как бы по-моему на самом деле сейчас есть маленький такой вариант я не помню какой банк это все делает но они там типа студентам по моему в этот автомобиль и дают и при этом там какие-то специальные знаешь типа вещи что им дают типа малолитражка им дают там еще чего-то там определенной машины вот и стих деньги берут именно там допустим по расходу или счетчику автомобиль то есть не хочешь хочешь переключиться на четвертую передачу заплатили 10 долларов наш автомобиль полностью бесплатный полностью бесплатный что вам вы хотите ехать задним ходом вы должны заплатить 100 долларов да это это только премиум аккаунты да а еще можете ехать только вперед и не быстрее чем 20 километров в час а еще в бесплатной версии раз в час он бьет востоком и всю дорогу покажет реклама если вам не нравится реклама вы можете убрать всего лишь за 100 долларов но в месяц да если бы могли бы они уже сделали но вся идея в том что где есть бабки там будут воры и там будут хоккеиста тому подобное так что нечему нечему здесь удивляться так что большое спасибо за новость кстати сказать неплохо пентагон силиконовая долина быстренько по ним пробежимся самом деле пентагон объявил силиконовой долине это то что они разрабатывают этот wearables знаешь что такое типа наносим устройством в принципе давно пора но для военных или что не а вообще разработку как бы обширная разработка вот этих девайсов потому что как бы технологии у нас уже достаточно наш вот именно самой технологии у нас достану я просто я просто не понял смысле пентагон же не будет там делать они это естественно для тата для как называть для военных для я давай еще нормальным чем то есть я удивлен что у них еще до сих пор нормально нормальных wearables нету но в принципе да если они сами будут разрабатывать то они никуда не уйдут как бы в массы отдавать и пнуть делать конкурс и так далее это это просто жуть они они настолько дешево получают все эти вещи и я уже давно думаю про всякие вот эти знаешь как бы конкурсы еще чего-то там оля соревнований и тому подобное представляешь сколько вообще компании народу работает над над этим делом и сколько они в итоге выплачивают причем и этот я не уверен насчет договоров и все остальное но я уверен что очень многие из этих компаний и так далее они как бы они получают сорсники они получают там знаешь этот но в зависимости от конкурса конечно что за конкурс и так далее если ты правильно сделаешь конкурс то это фактически можешь что сделать это получить очень много сорсников очень очень большое количество идей и все за бесплатно ты конечно найдешь победителя которые очень все круто сделали и и заплатишь скажем так в 5 раз дороже чем им бы нормально заплатили это сделать но при этом ты уже видишь готовый продукт а все остальные которые тебе сорсники сдали знаешь ты фактически можешь по крайней мере идею оттуда выдрать и если не куски кода я думаю что там часто кто-то идеи оттуда мне кажется не победит ли берут пока его а да обычно да но я говорю как бы это пока что пока что еще знаешь не так массивная идея для стартапа да сделать делать конкурсы там какие-то проблемные темы и натыривать с идеи сорсник ну нет пока как бы нет тут просто понимаешь чем проблема мне кажется такая что на самом деле идеи у всех миллион где их как бы нет никакой проблемы вот проблема найти одну хорошую а за нее как раз таки в итоге платит и платит адекватную цену ну да но по сути дела даже даже если у всех остальных сорсники не тыкать что на самом деле думает это все-таки происходит в маленьких этот случаях и так далее но как бы происходит по крайней мере знаю что это может своим инженерам показать если сказать слышите посмотреть как они это все дело написали придумайте что-то подобное то бишь скопируете так чтобы чтобы не было заметно что мы скопировали это всегда возможно как бы возможность есть если будет достаточно хорошая посмотри я не вижу тут проблем потому что ну вот я не знаю условный там samsung копирует дизайн apple там другая компания копирует у этой там кнопки ну то есть все же все у всех всегда как бы копируют ну то есть а тут как бы мы посмотрели у этих там сок не я так 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 иди это знаешь в чем то что оба samsung и apple делают там свои разработки да то бишь apple что-то у самсунга копирует samsung что-то у apple копирует все такое да круто а теперь ты допустим ты и от сама department of defense да ты объявляешь конкурс тебе приходит там сколько они сказали подожди 160 компаний и так далее компании не этот non-profit independent research organizations and universities которые будут это самое я просто хочешь сказать что наружу ничего не отдают а только сами берут они отдают просто проблема в том что за всю свою историю военка столько отдала наружу начиная от интернета заканчивая я понимаю я я я просто говорю про все эти конкурс если саму схему конкурса как бы я я конечно не знаю это может может я так на это все дело смотрю но понимаешь если бы мне полу рабочего кода бы присылали ну или там полу как бы рабочих идей прислали бы там наш 160 компания мне надо было бы выбрать смысле не выбрать а заплатить пяти по моему это очень хорошее как бы investment вот и причем investment сколько там air force research laboratory will get 75 миллион ла 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 фону over five years industry и так далее вы начать вы на немели то бишь как бы не только же военные такие конкурсы устраивают просто так в этом то идея смотри понимаешь я я что пытаюсь сказать я не знаю я тебя плохо объясняю или то что тот кто делает такой конкурс как бы призы только получает победителя работу делает делают все но она олимпиаде тоже медальку получает только победитель да ну как бы ты ты не можешь вот этот пробег переиспользовать не согласен ты же как бы когда смотришь этот забег бегунок ты же как бы удовольствие получаешь от того что все бегут они только то что победитель бежит если вы увидели один бежал темы ты бы на это не смотрел а тут бегут сразу несколько и ты как бы удовольствием получаешь того что бегут все включая самого последнего а он никогда это не получаешь блин на это самое до конца жизни правильно они только один раз пробежали и все а потом обустроили еще одну олимпиаду нет и код ты свет не сможет и конца жизни использовать и там через год уже устареет ну я да не как бы с запретом первое что как бы тот кто устраивает конкурс он кому в выгодном положении получается очень выгодном положении компании же на это идут все остальные и кроме того не только же пентагон устраивает конкурсы куча и частных корпораций устраивают такие конкурсы давай я проще и говорю что это блин сама схема вот этих конкурсов это по мне так как бы лохотрон я с тобой полностью не согласен потому что все же в них участвуют потому что понимают что если они победят они получат кучу денег то есть это тоже самое что ну то есть по мне это то же самое что олимпиада то есть идешь на лимпиаду и говоришь если я буду самый крутой если я буду лучше я выиграю кучу кучу денег а по мне это лотерея но не своё образно лотереи же там что же инвестируйте же из этой компании не наугад выбираешь ты смотришь их то что они тебе прислали выбираешь лучше да то же самое что лимпиаде победит лучший бегун он получит медаль здесь тоже самое лучшее окей хорошо 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 я тебе дам конкретный пример конкретный пример допустим я провожу соревнования про этот на тему этот сделайте робота который там может ходить вот победители там знаешь допустим из скажем так 50 участников да кто-то притащил робота который в принципе мой может хорошо стоять там знаешь там этот система типа у него разработан как он стоит очень классно вот но он ходить плохо может другой может ходить вот но у него знаешь с балансом хреново 3 там с балансом хорошо но они были ноги не проработали у четвертого там система видения очень хорошее распознавание и так далее а победители они как бы там в принципе неплохо прошелся этот робот но они вот вот у него не хватает как бы баланс не очень хороший но достаточно хороший чтобы победить да при этом те тебе как бы свои разработки прислали в смысле как бы описание все остальное прислали все команды то бишь если там есть какая-то часть которая работает офигенно круто тебе просто за бесплатно фактически прислали вот эту часть потому что тебе надо заплатить только победителем а все остальные 95 участников они тебя за бесплатно уже разработанный протестированный материал прислали ну отлично да такой я вот прошу и говорю что это вот в этом смысле лохотрон то что ты как бы части можешь оттуда взять те части которые охрененно сделаны и потом я только не вспоминаю где здесь лохотрон не я я конечно понимаю что люди добровольные соглашаются потому что у них азарт вонок если ты пришел тебя где-то обманули там или что-то тут только кого где обманул но это лотерея ладно хорошо метали лотерея выиграет тот кто максимально как сказать результаты конкурс результатом заявленным конкурс удовлетворит это не лотерея лотерея была бы если вы не наугад выбирали из этих там ну победить ну да 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 хорошо но у меня просто проблема в этом случае то что как бы свою работу то ты им отдаешь по-любому и я когда видел по крайней мере там во всяких играх и так далее там допустим делать контент да там типа лотерея кто сделает вот это да по сути дело как бы очень много людей тратят там своего много своего времени я понимаю что как бы 90 процентов из них полный трэш я-то понимаю но победитель там бывает один сорсники и права использования этот как бы создатели это этого конкурса получает на всех ну или по крайней мере у них есть доступ к сорцам и вообще к ко всей этой идее вот к запчастям если как бы этот конкурс состоится с какой-то проекта как у которого есть там несколько модулей вот то всегда можно посмотреть как нашу но я говорю там типа одна запчасть хорошо работает весь остальной робот просто говно вот эта часть сделана охренела классно ее можно переиспользовать ее можно поставить другой робот который который в частности победил и доработать его так чтобы он был еще знаешь в 10 раз лучше видишь мою проблему там то что как бы люди фактически я понимаю только я проблемы тут не вижу те кто участвует руку набивают для многих эти конкурсы они там стартовой площадке он тут сделал там эту руку окей он там не выиграл но например условный конкурс от проводил взял эту руку робота потом этот чувак придет устраивается в крутую компанию скажет смотрите а вот я вот сделал такую руку до конкурса участвовал потом она была вот там-то использована и и вообще я участвовал каких-то таких-то конкурсов у меня такой-то опыт его возможно крутую работу потом возможно возможно с этой точки зрения меня просто знаешь как бы чересчур легко если microsoft вышел и сказал да вот давайте это самое сделаем конкурс типа кто напишет этот самый лучший следующий word а потом просто знаешь вот именно куски кода отсюда 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 по нотере то ни хрена они никому не скажут что что они там переиспользовали код чей-то потому что никто не увидит сорцов это и тогда знаешь да твой код возможно там гоняется на самый крутой сейчас софте но при этом ты об этом никогда не узнаешь а те которые устроили этот конкурс они заплатили 1 миллион за место 50 и получили охрененный софт они взяли софт победителя добавили то что у них там не хватало других участников и получился охрененный софт лишь как это работает поэтому для меня это с некоторой стороны все-таки там есть возможность людей использовать по полной если где-то что-то в одном месте очень высает она всплывает то есть если бы то как ты говоришь да можно было использовать все вот это без остановки крупной компании каждые пять минут устраивали конкурсы не ну во первых не это не не всегда так надо обычно это все дело устраивается такая когда разработка в смысле изначально разработка очень дорого стоит смысле понимаешь особенно это устраивается в тех местах смысле в тех вещах где нету специалистов или там знаешь но нужен нужен именно талант вот знаешь допустим специалистов по этот роботом которые ходить умеют сейчас фактически можно по пальцам пересчитать но при этом многие люди могут что-то сделать подобные или тогда смотри смотри в чем суть у тебя мало специалистов и ты победителю поэтому готов много заплатить вот и увидели этого корпуса он получит много денег так в этом же и суть то есть у тебя узкий рынок вот этих призму то есть люди которые умеют делать роботов они понимают что рынок как бы маленький ну для них то есть как бы их мало и рынок маленький да и поэтому они например могут основные деньги зарабатывать не с работы полтайм да а вот таких конкурсов то есть получается так что вот это большая большой приз на этом конкурсе там только одному победителю он окупает то что ты выявили что это там один конкурс из десяти в которых ты участвуешь ты участвуешь каждый год там 20 конкурсов только в одном побеждаешь но этот приз который на этого том-то конкурсе получишь он окупая не свой год работы это абсолютно не окупается во-первых во вторых даже если ты помнишь давным-давно это тут то что там типа соревнования роботов было да там сами участники говорили сколько они денег на это дело потратили и там десятки тысяч долларов какого черта никогда участвуют в них если ты говоришь что у них потом все отберут там используя а им еще и не не заплатит тем кто не потому что именно это азарт это именно азарт участие все довольны не я я понимаю ну как бы я я лично я бы не хотел если только не был почти что уверен что и в игры я бы там даже участвовать не хотел ну или по крайней мере сделал бы так что это самое чтобы никто не видел как я это сделал ни одной детальки вот для меня это вот настолько блин мне кажется скажем так ставим себя на место создателя конкурса я в этом реально мог бы столько всего наш вот именно уже рабочих идей понадобить как бы больше как бы большинство из этих роботов абсолютно говно вот некоторые вещи отдельные запчасти они сделали просто замечательно даже со стороны глядящие на это дело наш уже не вблизи и не осматривая не а у них же там от сама во многих этих конкурсах там же проходит это все как бы проверка того что они там не использовали какие-то там запрещенные материалы еще чего-то еще чего-то да там ядерный реактор внутри робота или еще чего-то там же проверка идет то бишь как бы спецификация-то посылается то бишь те фактически дают сорцы на это все дело видишь мой подход как бы если бы я был сознательным и этого конкурса то как бы там за два тверка какой бы там приз не был ты получаешь раз 50 больше чем ты заплатил тогда получается что и участникам это это не яйца будет участник разные взгляды как бы ну на ну как бы разные ценностные подходы просто то есть проблем в этой ты как бы изначально видишь эту проблему а проблем нет никакой потому что у тебя и у этих участников вообще разные ценностные ориентиры для тебя важно по идею не украли для них например я их прекрасно понимаю для многих важно оборот что твою идею где-то использовали на поэтому как бы ты говоришь что там ну там для них это столько денег стоило то есть многие еще сами готовы заплатить да и и труд положите деньги чтобы потом увидеть что там твой труд где-то используют ну да чтобы просто показаться так далее это я конечно понимаю но по мне как то вот как то все все это странно видеть все эти во первых как они это разрабатывают во вторых что там знаешь не некоторые команды там и больше 50 тысяч долларов туда вкладывают и так далее и при этом они там знаешь в жопе остались в соревновании потому что у них там проба споткнулся в самом начале а еще что знаешь вот какая-то такая маленькая вещь хотя на самом деле там допустим инструмент он мог бы использовать там хорошо или еще что-то но он просто до этого не дошел видом лишь как у меня подход к этому силу ну да ладно чуть-чуть я на это все дело затянулся насчет вера был насчет это мы садос конкурса от пентагон и вообще department of defense так далее да давно пора я я думаю я надеюсь все таки с хорошими идеями придут в смысле люди туда придут и ну конечно военщины военщины но также как порн продвигает технологии в интернете военщина продвигает все остальные технологии во всем остальном мире поэтому я радуюсь это очень хорошо надеюсь у нас скоро будут всякие там ходы и так далее как дисплей на смарт глаз из и тому подобное google попытался обломился насколько мы видели со всем этим делом но по крайней мере у гугла есть деньги чтобы как бы на ветер выкинуть в частности я что-то хотел были на еще это самое а на это можно потом оставим это и я тут выдралась комментариев я думаю в следующий раз можем обсудить ну или просто в этот поток новости добавлю так сколько мы блин слышь чувак а можно за лимит немножко зашли да я бы думаю как бы уже как вы уже чувствуешь и немножко подустал прими так я на самом деле блин сам начал там три с половиной часа назад если так со всеми этими там перерыве мы все такое там подготовки так далее ладно а ну что еще есть какие-нибудь идеи или будем к заднему слову подходить и аккуратно его трогать а блин заднее слово заднее слово заднее слово блин как же это английский знаю по-русски говори по-английски вас еще не было на английском задних слов репродакшен варик и тромбоз это одно слово ну хорошо пусть будет так всем большое спасибо за то что прослушали еще раз большое спасибо за донацию и люди следуйте хорошему примеру услышимся на следующей неделе всем всего хорошего пока